Готовься к проповеди, просто встал на колени пред Господом и просил у Господа, Господи, проговори Слово Твоих народу Твоему. И вот, знаете, Господь всегда верен. Я хотел бы, чтобы каждый из вас сегодня помолился за то, чтобы каждому из вас было открыто Слово Божие лично от Иисуса Христа, чтобы не через проповедник. И чтобы это продолжалось после проповеди, в понедельник, во вторник, всю неделю, 24-17 часа в сутки, чтобы общение с Иисусом оно продолжалось. Давайте мы коротко помолимся. Господи, открой наши сердца, проговори лично каждому из нас. Пусть придет такое сильное Божие присутствие. Пусть придет Твоя шехина. Твой шаббат и Твой шалом. В наши сердца. Ты устроил в наших сердцах Святая Святых Бога. Трон Божьего величия. Отделил для себя народ особенный. Для всякого доброго дела приготовлено народ. Некогда не народ, а ныне народ. Некогда далекие, а теперь близкие. Некогда чужие, а теперь свои. Родные. Божьи дети. Дай нам иметь самое близкое общение с Отцом. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Тема моей проповеди сегодня одно из основных предназначений Церкви. Едно от основных предназначений на Церкви. Я открою много проповеди. Я ще открою Мининската проповед. Увидите, у меня сегодня настоящая Библия. Виждате ли, истинска Библия. Как сказал Иван Севт, пастырин из Новозагорин. Както казал Иван Севт, от Новозагорин. В этой Библии точно нет вируса. В тазе Библии 100% не вирус. Она не тупит. Не зависает. Это самое настоящее. Бумажно ее можно понюхать. Слова здесь, они неизменные. Я прочитаю 5 глава Евангелия Матфея. 14 стиха. Это обращение к нам. Это сказал наш Господь Иисус Христос. Господь Иисус Христос. Высверь мира. Вести вентилената на света. Не можно укриться в город, стоящий наверху горы. Град поставит на холм, не можно, все укри. И зажевшую свечу не ставят ее по сосудам, но на подсвечнике и светит всем вдоль. И кой-то запалит светину, не готурят пушинника, а на светилника, и то светит на всечки будет завкрышить. Тогда светит свет ваш пред тудми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Слышно такая мега света ваша, выделена при чудесности, задавижно добрые тебе дела и допуславят вашему Теть с какой-то иномересатором. Вот стих, который я в прошлый раз упоминал в своей проповеди. Твои стихы, какой-то в воспоминах при спрятанном проповеди. Семнадцатый. Семнадцатый стих. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Да не висите часу душу, да разрушил закон или пророков. И часу душу, да разрушил, да исполнил. А, перевод есть. Так будет быстрее. Ибо истинно говорю вам, до кори не придет небо или земля, ни одна йода или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. То есть пока всему не будет полнота. И так, кто нарушит одну из заповедей всех малейших и научит так, давайте мы просто вот очень внимательно в них. И так, кто нарушит одну из заповедей всех малейших, то есть все то, что в законе написано, даже до черточки, даже до йоты. То есть сичку руку это пишет в Писании, то всякая одна запитая. И научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит, то есть тот, кто сотворит, кто исполнит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. То есть мало знать закон, важно его еще исполнить. А если ты нарушаешь закон и даешь пример людям, то ты малейшим наречешься в Царство Небесное. Не е достаточно да знаем закон, но важно е да го исполваме. И ако не исполваме, закона ще се наречем малки в Царството Небесное. И наоборот, если ты знаешь закон и исполняешь его, и люди, видя это, повторяются за тобой, учатся у тебя, то есть ты делаешь учеников, то ты великим наречешься в Царстве Небесном. 20 стих. И поговорю вам, если праведность ваша, вот это стих, он такой очень важный сегодня, как превзойти праведность фарисейскую? Как мы обменим правду зима фарисеев? И поговорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано на древнем, не убивая, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневующийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит синедриону, то есть на нашем языке дурак. А кто скажет безумный, подлежит ей неогними. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, то вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде, примирись с братом твоим, и тогда пойди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье. А судья не отдал тебя слуге, и не верлись бы тебя в темницу. Истинно, истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кондрата. Аминь. Как превзойти праведность фарисейского? Как же мы обменим праведность фарисей? Вы знаете, это очень важная тема. Това е много важна тема. Потому что в те времена, 2000 лет назад, в прошлое пяти 2000 години, праведность фарисеев и Сотокиев была на очень высоком уровне. Праведность на фарисейте была на много высоко ниво. То есть они старались, старались исполнить закон. То есть те са се упитвали да исполняют закон. Каждый день. Всех день. Примерно 665 заповедей. Примерно 665 заповедей. Представьте, просто такое его держать в голове и стараться это исполнить. Но Иисус Христос требовал от учеников превзойти праведность фарисейскую. То есть какую-то особенную праведность. И это сегодня мы. Это сегодня требование к нам. И если мы этой праведности не превзойдем, то мы не можем войти к Божьей Царстве. Так говорит Иисус Христос. И в этом нет никаких сомнений. И смотрите, я еще прочту, чем заканчивается пятая глава. Чего ожидает от нас сам Господь? 43 стиха. Вы слышали, что сказано «Люби ближнего твоего». Я считаю, что это эпогеи. Нагорные проповеди. Это самая вершина. Потому что одно дело – не убей. А другое дело – возлюби. Это как земля и небо. И что от нас ожидает Иисус? Вы слышали, что сказано «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам «Любите врагов ваших». Благословляйте проклинающих вас. Благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете с нами Отца вашего Небесного. Ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же не делают и мытари, если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же поступают и язычники. И смотрите, 48 стих. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Аминь или не обидны? Это слова Иисуса Христа. Вас одумите на Иисус Христос. И эти слова, они не подлежат никакому сомнению. И нам от них вы сомнение. Это сказал наш Господь. Его желание, чтобы мы были совершенны. Такими же, как Отец наш Небесный совершенный. Слышите, като и наш Отец Небесный, от кой-то и совершенный. Давайте рассмотрим сегодня один из аспектов святости Бога. Нека видим и един от аспектите на святостта на Господь. Как вы думаете, Бог свят? Как смисляете, дали Бог не свят? Бог свят. Что значит вообще свят? Какво значит свят изобщо? Святое означает отделенный. Свят значит отделенный. Он суверенен. Бог суверенен. То есть, Той е суверенен. Бог совершенно отделен от всякого даже понятия греха. Той е отделен от всякого понятия на греха. Сегодня я хочу рассмотреть один такой вопрос, очень важный. И днес искам да разгледам един важен вопрос. Давайте мы все вместе откроем книга Исход. Нека отворим книгата Исход. 33 глава. 33 глава. И здесь история про Моисея. И только немодная история за Моисеем. Когда Моисей встретился с Богом. Вот, то есть, срешно, Господь. И Моисей о чем-то просит Бога. И только молит за греха. 33 глава с 15 стиха. 15 стих. Моисей сказал ему, то есть, Богу, если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда, то есть, из Египта. Ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих, не потому ли, когда ты пойдешь с нами, тогда я и народ твой будем славнее всего народа на земле. Всякого народа на земле. И сказал Господь Моисею, и то, о чем ты говорил, я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах моих. И я знаю тебя по имени. Моисей сказал, покажи мне славу твою. И сказал Господь Моисею, я проведу пред тобой всю славу мою, и проложу имя Иегову пред тобой, и кого помиловать, помилую, кого пожалеет, пожалею. И потом сказал Он, это Бог говорит, лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых. Давайте мы это сегодня запомним. Почему это? Вы знаете, красный чертой через всю Библию, это просто вот так прописано, у пророков, в законе несколько раз повторяется. Человек, находящийся в грехе, в пороке, и встречающийся лично с Богом, не может остаться жив, потому что грех его просто разорвёт. За что-то греха ошиблась крыса. В Божьем присутствии. Потому что Бог и греха несовместимы понятия. За что-то Бог и греха несовместимы понятия. Скажи аминь на это. Скажи аминь на это. Потому что это правда и истина. Что-то твоя истина там. Я прочитаю дальше. Читаю нотаток. Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых. И сказал Господь, вот место у меня остальное, это скале, когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселение скалы, покрою тебя рукой моей, до поля не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо тебе. Аминь. Знаете, на самом деле это была только подготовка. Слышно, что твоя была самая подготовка? Потому что чуть-чуть позже мы знаем Моисея как человека, который знал Бога лицом к лицу. Защото след това и виждаме, че Моисей познал Господь лице к лице. Бог настолько приблизил себе Моисея, что это был на то время единственный человек, который, во-первых, захотел иметь общение с Богом лицом к лицу. И стал таковым. По великому благоволению Господу. Он имел общение с Богом лицом к лицу. Той имел общение с Богом лицом к лицу. И не умирал. Не умирал. Почему? Защо? Потому что Бог осветил его. Защото Бог го осветил. Удостоил его. Той го и направил достойно. А чистил его. Той го и причистил. Аминь, аминь, аминь. Это был единственный человек, который посмел зайти на гору Сион. И получить там свечи за скрижали. Второе место, которое я хочу сегодня привезти, это одно из любимых моих мест. И оно написано у пророка Исаия. Второе место, которое я хочу сегодня привезти на гору Сион. У каждого дня это любимое место, который пишет его в пророк Исаии. Шестая глава. Шестая глава. С первого стиха. Первый стих. В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края лица его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы. У каждого из них по шести крыл двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои двумя лица. И взывали они друг ко другу и говорили «Свят, свят, свят Господь Слаоф». Но знаете, почему серафимы вечность уже летают пред Богом и воскресают только свят, 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 свят? Знаете ли, защо серафимицы вече цяла вечность са на ребету и повторят през цялото време свят, свят, свят? Почему только свят, 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 свят? Защо само свят, свят, свят? Я думаю, потому, что это очень важно. Защо? Но това и много важно. Потому, что мы имеем дело со святый Бог. Это основа характера Бога. Он святой Бог. Вся земля полна слава Его. Вот как так, да? Вся земля полна слава Его. Но большинство людей почему-то этого не замечают. Слава наводух нас на самом деле. И открыта она не для всех, к сожалению. И вы знаете, это не от Бога зависит. Бог со Своей стороны сделал уже все возможное. И невозможное. Он налил столько благодати на землю, что земля окутана, просто окутана Божьей благодатью. Аминь. Потому что две тысячи лет тому назад сила Святого Духа пролилась на всю землю. И излилась в открытии сердца Духом Святым. Кто открыт для Бога, тот видит. И купается в этой благодати. Аллилуйя. И поколебались верхи врат от глаз восклицающих, и дом напомнился курениями. И сказал я, горе мне... Смотрите, что говорит Исаия. Один из больших пророков. Горе мне погиб я. Ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя Господа Саваофу. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами из жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал, вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. И услышал я голос Господа говорящего, кого мне послать, и кто пойдет для нас. И я сказал, вот я, пошли в меня. Слава нашему Богу. Слава нашему Господу. Знаете, вот когда ты входит в Божье присутствие, Дух Святой начинает тебя обличать. Дух за Божьем тебя обличало. В присутствие Божье пришел пророк Исаия. На то время не было ближе человека, который так знал Господа. И Божье присутствие его обличило. Он вдруг вспомнил, что у него есть нечистота уст. И я думаю, что это на сегодняшний день как аналогия того, что, знаете, я как-то меня Людмила пригласил на рыбалку. Вы знаете, Людмила Жечев из Балгарской церкви. И мы тогда хорошо порабачили. У него была лодка. Мы встали в 5 часов утра, мы встретились. Ну, знаете, бывает такое, что во время подготовки мы поехали на берег, в порт морской, на Черное море. И там надуваем лодку вместе. Все снасти начинаем туда снаряжать лодку. И начинаем отплывать. И я что-то там, где-то что-то, крючок что-то зацепился куда-то. И я так в попыхах. И я говорю, елки-палки. Аз казвам, елки-палки. И Людмил, так не поврачивайся и так на меня смотрит. Людмил се обръща към меня, не ме гледа. И я говорю, да, но вот это самые ругательные слова в моей жизни, в моем лексиконе. Вот сегодня я вот так вот могу иногда въргаться. Пусть меня Господь простит. Еме да, това създай и страшно, че Духа верят в моем лексикон. Нека Господь ме прости. Но чуть позже Людмил тоже выдал. И я не буду говорить, что он сказал. Тоже примерно Исаия сказал. Я нечист устами и живу среди народок с нечистими устами. Всичко така Исаия казва, че аз съм нечист. С вкусните си живея среди народ, които също е нечист. Но мы стараемся. Мы верующие избегаем вернословие. Но иногда и у нас может пролететь какое-то слово. Я хочу сказать, что Библия отмечает, что даже из-за этого можно умереть пред Богом. И смотрите, сейчас я открою Новый Завет. Это написано в книге Деяния. Вот первый раз меня Бог так открывает. Книга Деяния пятая глава. Пятая глава. С первого стиха. Вот первый стих. Некоторый же муж именем Анания, женой своей Сафиры, продав имение, утаил из сыны, сведома и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал Анания. Вот насколько Петр в духе получил слово знания, что четко и ясно определил грех. Анания. Петр в духе получил много сильного знания и успел определить точно греха. А для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить из сыны земли? Чем ты владел? Не твое ли было? И приобретенная продажа не в твоей ли власти находилась? Для чего ты положил это в сердце твое? Ты солгал не человеком, а Богом. Услышав сие слова, Анания пал без дыхания. И великий страх обнял всех, слышавших это. И встав юноши, приготовили его к погребению и вынеся похоронили. Часа через три после сего пришла жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее, скажи мне, за столько ли продали вы землю? Она сказала, да, за столько. Но Петр сказал ей, что это согласились вы испусить Духа Господня? Вот входят в двери погребавшие мужа твоего и тебя вынесут. Вдруг она упала у ног его и испустила Дух. Юноши, войдя, нашли ее мертвой и вынеся похоронили под ним мужа ее. И великий страх обьял всю церковь и всех, слышавших это. Смотрите, какой уникальный случай. Семейная пара умирает в Божьем присутствии от того, что они просто допустили дьяволу слгать Духа Святого. Они слгали ни человека, не слгали лично Бога, а слгали лично Бога. И първо е умирала жена. И потом е умирала жена. Насколько ты серьезно? Знаете, когда это произошло вся церковь вошла в страх Божий. Знаете, когда мы с Наташей прочитали первую книгу, пробуждение начинается с меня. И там мощное пробуждение, которое происходило в Южной Африки. Чуть позже мы прочитали вторую книгу. И книга называлась «Суд начинается с Дома Божьего». И там описывали события уже в наше время, в современное время. Потому что эти люди до сих пор живы. Которые там в этой книге описывались. Что церковь являла настолько мощное Божие присутствие. И проговорю основную мысль. Церковь являла святость всемогущего Бога. Что каждый, входящий в собрание, тут же получал обличение Святого Духа. Ему нужно было покаяться. Срочно покаяться. Потому что если человек не каялся, тут же приходил Суд Божий. Вошел один блудник в собрание. И в Дух с ним начинает происходить какая-то страшная вещь. Он в боли начинает извиваться, хватается запах, падает, крутится, вертится и воет. И воет как волк. И когда они начали спрашивать, что случилось. Он покаялся в грехе блуда. Чтобы долгое время он блудит. И пришло поражение. Огонь Святого Духа просто начал сжечь это место. Бог кого любит, того обличает и наказывает. Так говорит Священный Писание. Но смотрите, что дальше происходит. Страх Господня и начало мудрости. Божий страх и начало мудрости. Книга Деяния 5 глава 12 стиха. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса. И все единодушные пребывали в притворе Соломона. Это при храме. Из посторонних же никто не смел пристать к ним. Понятно почему? Потому что люди боялись. Люди боялись войти в состояние греха. В собрание Божье. Но что происходило? Смотрите дальше. 14 стих. Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин. Так что выносили больных на улице и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила на кого из них. Сходились также в Иерусалим многих закрестных городов, неся больных и нечистыми духами держимых, которые и исцелялись. Все. Скажи все. Все исцелялись. Вот те, которые в Божьем присутствии каялись. Уже просто исповедовали свои грехи. Позволяли крови Иисуса Христа очистить. Они тут же исцелялись. А посторонние при этом не могли пристать. Потому что они были чужие. Потому что они приняли решение жить во власти греха. И они не смогли пристать. Потому что это невозможно. Невозможно в состоянии греха войти в присутствие Божьего. Придет страшное поражение. Слава нашему Богу. И я хочу сегодня заключительную мысль сказать. Искам Днезда Обобщя. Вы знаете, в чем основное предназначение? Одно из основных предназначений Церкви Христовой. Какое одно от основных предназначений на Божьем Церкви? Что значит вообще Церковь? Какое из общего означало Церковь? Церковь означает греческое слово Эклессия. Церковь-то, вот грецкая дума, значит Эклессия. В переводе на наш современный русский язык. Мы все знаем и слышали об этом. Вызванные из среды. Сегодня я смотрел слово еще вызванные. И днес още и гледах друга дума. По-гречески оно звучит как прокалейтай. На грецки звучи по този начин. Вызванные. Призванные. Отделенные. Отделенные. Другое место говорит. Друго место казва. Взятые в отдел. Из среды. От среда. То есть те, которых Бог отделил, выделил для себя из среды. И сделал их святыми. И апостол Павел часто в своих посланиях обращается к церквям. Святые. 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 То есть отделенные. Отделенные от мира. Отделенные от власти греха. И конечно же отделенные от дьявола. От самого дьявола. Для чего? Для того, чтобы церковь являла слава и святость живого Бога. Это основное предназначение славы. Церковь призвана являть слава и святость Небесного Отца. И я напомню вам. И аж тебе напомню. Иисус обращается к своим ученикам. Сегодня обращается к нам. Если вы не превзойдете праведности фарисейской. Не можете войти в царство. Превзошли ли ученики Иисуса Христа праведность фарисеев? Я хочу сказать да и аминь. Искам да кажу да и аминь. Они не просто были праведни. Те не просто са били праведни. Те са били святи. И они являли кого? И са являли кого? Они являли святого Бога. Давайте вам вот это запомним. Нека го запомним. Вот это святые. Това са святи хора. Вот это апостолы. Това са апостоли. И вот это церковь. И церковь. Церковь это место Божьей славы. Это место Божьего присутствия. Я хочу сказать это место Божьей святости. И здесь нет места греха. И в этом надо поверить. Я в это верю. И я принял решение уже давно. И я отделен для Бога. Я не отделен для греха. Свобода мне дана не для того, чтобы свободно грешить. Свобода мне дана, чтобы применять и использовать власть, которая нам дана Иисусом Христом. Свобода мне дана за да используем властта, която я дана от Господь. Это власть Церкви. Спасать. Исцелять. Освобождать. И воскрешать. Скажи Аминь. Это власть Церкви. Это власть верующих. Об этом пишет очень много Кеннет Хеген. Но вы знаете, в это надо войти. Обаче трябва да се влезе в това нещо. А прежде чем войти. Преди да влезем. Надо отделить себя. Трябва да се отделим. Потому что давайте мы вот это запомним. Нека го запомним. Церковь это вызваны. Церквата е призвана. Отделени. Отделени. И отделени для Бога. Отделени за Бога. Для Его святости. Когда-то мы на одной из конференций Леси Макнолти взяли одну книжку. Золотые свитки. Кевин Макнолти написал на одной из конференций Леси Макнолти. И что под этим предполагается? Отделенность от греха. Потому что если ты во грехе. То Бог не может тебя использовать. Бог не может тебя использовать только тогда, когда ты отделен от греха. Тогда ты в пределах доступности Бога. И знаете, это очень важно. Потому что человек нуждающий во спасение, он может появиться перед тобой в любую минуту. На этой неделе это так неожиданно произошло. Пришла одна толчанка. И она пришла ко мне на процедуру. И я сказал, проходите сюда на кушетку, располагайтесь. И она легла. И потом в один момент, когда я готовился, она вдруг резко повернулась ко мне, схватила меня за руку. И вы знаете, в ее глазах была такая мольба. И она посмотрела мне в глаза и сказала, помогите мне пожалуйста. С ней случилось что-то страшное и она почувствовала, что дух смерти пришел. И она почувствовала, что она умирает. И я говорю, что чем я могла получать? Я могу только за вас помолиться. И вы знаете, это же доля секунды. Я просто был в пределах достигаемости Бога. Я просто имел дерзновение обратиться к Богу. И сказал, если вы хотите, я помолюсь прямо сейчас. С помазанием Елея. Потому что так написано. Если кто болен из вас, то пусть произойдут при свитере в церкви. И помолят, като ви помажат. И молитва вера исцелит болящего. Согласен ли с тем? Да, согласен. Взял Елей. Помолились. Но знаете, надо иметь духовные глаза, чтобы те видеть. Знаете, у нее глаза как будто бы поменялись. В один момент учицы все равно се промениха. В учице имула тъмнена. И когда в следующая раз она на меня посмотрела, в глазах был свет и радость. И за меня это было ответ. Она получила то, что просила. Почему? Потому что мы были в пределах доступности к Богу. Вы знаете, я хотел бы сегодня произносить вместе с вами. Я верю в то, что это особенное откровение. Я верю в то, что год у нас этот будет особенный. Я верю в то, что тази година еще и особенный. Я бы хотел его прогласить как год Божией славы. Год Церкви Божией, Которая являет собой слава и свята с Отца. Която явява святостта и славата на Отца. Своё основное предназначение. Смотрите, в чём разница. И каква и разликата. Что пытаются делать фарисеи? Я хочу сказать, что фарисеи сегодня также получат большое распространение. Что такое фарисейская праведность? Я тоже был фарисей. Моё представление фарисейството, когда я пытаюсь, на сегодняшний день, век благодати, когда нам дана благодать Иисус Христа, а я все еще пытаюсь исполнять закон. Или даже, вы знаете, я пытаюсь исполнять новые заповеди, но своими силами. Иисус Христос говорил о фарисеях. То, как они говорят, делайте, исполняйте. Но то, что они делают, и как они живут, не делайте так и не живите так. Потому что устами они приближаются к Богу, потому что сердцем, что далеко отстоят от меня. Так говорил Иисус Христос. И вы знаете, это сегодня получило очень большое распространение. И я хочу сказать о том, что сегодня этим грешат все динаминации христианские. Мы все научились красиво говорить, но при этом можем быть далеки от исполнения. И даже не собираемся этого делать. И даже не стараемся его править. Апостоли превзошли праведность фарисейского. Апостоли са надминали фарисейската праведность. Каким образом они этого достигли? По каков начат са го направили? Знаете, я думаю, что нужно пройти примерно то же самое, что прошел апостол Петр. Это самый величайший апостол, которого так сильно уважали и почитали. Что, как я уже сказал, одна тень Петра и стреляла больных от всех болезней. Но что пережил Петр? Я уже проповедовал на эту тему. После своего отречения, когда Петр три раза отвлекся, и он готов был душу свою отдать за Иисус Христа, но с малодушством. Потому что пытался сам. И вы знаете, вот там на берегу, когда пришел Иисус Христос к ним и поджарил рыбку, и имел общение с Петром лично, он задал ему три вопроса. И можно подумать, что эти три вопроса одинаковые. Но мы видим в переводе с греческом, что это разные вопросы. Обаче в переводе от грецки можем да видим, че това са различни въпроси. Петр, Симон и Ионин, любишь ли ты меня все свои крепости? Петр, обичаш ли ме с цялата си крепости? Цялата си сила. Второй вопрос. Третий вопрос. Симон, сын Ионин. Симон, любишь ли ты меня все свои души? Петр, обичаш ли ме с цялата си душа? И третий вопрос. Симон, сын Ионин, любишь ли ты меня всем своим сердцем и всей своей жизни? Обичаш ли ме с цялото си сердце и с цели си живот? И вот интересный ответ Петра. И отговор на Петр могло интересен. Петр ему так интересно ответил. Много по интересен начин отговаря. Господи, ты знаешь, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. И вы знаете, это был момент посвящения на самом деле. И твой был момент на посвящение. Третий вопрос был самым трудным. И ответ был, конечно, самым трудным. И отговорът был самым трудным. Петру можно было отдать всю свою жизнь. Посвятить Богу все свое сердце. Дух, душа и тело. Полностью целиком и без остатка. Иисус, я без тебя не могу делать ничего. Это было полно посвящение. И кто потом? Потом уже не апостол Петр. Следващия не апостол Петр. Конечно, лучше всех выразил это апостол Павел. Разбира се, най-добре го изразил апостол Павел. Чрез думите си. И уже не я живам. Но что живет во мне? То кто живет? Кто живет? Иисус Христос. Это Его святость. Это Его праведность. Это Его любовь. Не наша воля. Его воля добудет. Я задам Вам вопрос. Превосходит ли вот эта святость, лятость фарисеев? Превосходит ли, превзошла ли праведность апостолов, праведность фарисеев? Ответьте мне. Были ли они просто праведниками? Да, были самые праведницы. Кто ответит? Ха-ха-ха. 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 Ха-ха. А наша профессиональная праведность превзошла? А наша праведность да ли е надминала? Вот на этом надо встать. Трябва да застанем върху това нещо. Я провозглашаю етът год. Я спрозгласявам тази година. Годен Церкви. Годината на Церквата. Която се явява. Праведна святость. Праведност и святост. И слава Семагущего Бога. И славата на Всебогащия Бог. Не нашими силами. У нас будет трудный год. Нам предстоит выплатить две огромни проплаты. Трябва да изплатим две много големни вноски. Ну, знаете, для Бога это все такая мелочь. Я понимаю, что как люди мы не сможем это сделать. Как в прошлый раз я проделал, что нам надлежит возложить совершенное упование. Слышите, как Петр написал? Совершенное упование на Господа Иисус Христа. И приобрести этот мощный навык. Почему? Потому что мы живем в последнее время. И это очень важно. И если мы не возложим совершенное упование, чья-то душа может пойти в падение. А Бог этого не хочет. Бог желает, чтобы все спасли. Бог иска всички за спасение. И очень важно, что в Церкви было здраво учение. И именно учение святости. Учение за святост. Это самое нелюбимое тема в Церквях на сегодняшний день. Никто не хочет сегодня быть святым. И это очень странно. Я хочу следить за то, что жизнь христианина начинается только тогда, когда он себя полностью отделил для Иисуса Христа. Вот только тогда. Само тогда. До этого момента это муки. Это страдания. Постоянные борения. Постоянные битки. С грехом. Которые сильнее лично тебя. Което е по-силен от тебе. Понимаете? И это жизнь назвать невозможно. И да го наречем живот невозможно. Так стоит ли пытаться? Тогава струва ли се да се опитваме? Не стоит ли сегодня отдать свою жизнь до конца? Да не се струва да дадем живота си до края. Христос возьми мою душу. Иисус возьми мою душу. Я предлагаю сегодня произнести эту молитву конечно только те кто готовы. А те кто не готовы по крайней мере будут знать как молиться. И эта молитва очень простая. Это вопрос Иисус Христа. И ответы апостола Петра. И отговорите на апостола Петра. Давай мы тебе смоним наши сердца. Дорогой Иисус. Кто готов можете просто на шепот или слух повторять за мной? Ты задаешь мне сегодня важный вопрос. Ты днес ли задаваш важный вопрос. Ты задаешь мне вопрос. Люблю ли я тебя? Всей свою крепость. И всеми своими силами. Я отвечаю тебе. Да Господи я люблю тебя. Всей силой. И всей крепостью своей. Господь ты задаешь мне второй вопрос. Люблю ли я тебя? Всем своим разумением. Всей своей душой. И я отвечаю тебе. Дали ты обичам с цели и с разумом. С цялата си душа. И я искренне отвечаю тебе Иисус. Я люблю тебя всем своим разумением. И всей своей душой. И Господь ты задаешь мне третий вопрос. Люблю ли ты меня? Дали ли ты обичам всем своим сердцем с цялото си сердце. И всей своей жизнью. И я отвечаю тебе. Господь, ты знаешь. И Господи, ты знаешь. Ты знаешь лучше меня. Ты знаешь по-добре от меня. Что я люблю тебя. Что я часто обичам. Всем сердцем. С цялото си сердце. И всей своей жизнью. И целия си живот. Дай мне для этого каждый раз познавать. Дай ми всеки път да познавам. Твою первую любовь. Как ты възлюбил меня. Как ты в себе возлюбил. И как ты достиг меня. И как себя достигнул. Не достигну ли и я тебя. Дали я на что ты достигнул. Помоги мне, Господи. Не мои силы. Но твои. Не моим разумом. Но твоим. Не моим сердцем. Но твоим. И уже не я живу. Но что живет во мне. То живет мой Господь Иисус Христос. А что ныне живу. То живой мирой. Уповая на тебя совершенно. Господь это не моя святость. Это не моя праведность. Моя задача только доверять тебе. Чтобы являть твою святость. И твою праведность на этой земле. Чудеса они только прилагаются. Исцеление это всего лишь последствия твоего присутствия. Очищение. Освобождение от всякого греха. Это наш совместный труд. Когда я открываю свое сердце. Пока вас утварим зацетус. Выкорчу и очищаю при тобой все свои запутки. И варя под тебе кусочки тысячи. От этих завалов. От каких-то твердынь. От последствий греха. Очисти меня прямо сейчас. Я благодарю тебе Боже. За это полное очищение. За полное причиствование. За полное освящение. За полное освящение. Я праведен прямо сейчас. Поверю в Иисус Христа. И свят потому что Бог освящает меня. Иисус Свят за что-то Богу и Пречисто. Его свет проникает в каждой глубине моего сердца. Иисус Свят для этого мира. Иисус Свят для этого мира. И не может укрыться город, состоящий на горе. Иисус Свят для этого мира. И не ставит свечу под свечником. Но нам, подсвечники. И не поставит свечом. Чтобы светил всем. Чтобы светил всем доме. И я молился во имя Господа моего. Иисуса Христа. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. И если согласны, скажите. Мы плавно переходим к трапезе Господней. Дальше уже без перевода. Я открою.